Витамин D Друзья мои, вот на самом деле, почему я решил начать с медицины? Витамин D у нас, по идее, должен синтезироваться в коже. Что он делает? Он активизирует усвоение организмом таких минералов, как магний, фосфор и особенно что? Кальций. Кальций для чего нужен? Для костей, для зубов. А у нас, как говорят, остеопороз, это даже не как болезнь считается уже, а просто как состояние. Это вам, вот, седина, вот та же седина, это вот такое же состояние избыточной зрелости. Перезрел, да, посидел и остеопороз появился. Изначально, если у человека в самом молодом возрасте нехватка витамина D, это везет к чему? Крахиту. А если в зрелом возрасте, то остеопороз. То есть, в нас изначально закладывается фактически мысль о том, что это нормально. Дефицит витамина D в мире от 70 до 90 процентов, ну, по меньшей мере, от 60 до 80 процентов населения таких стран, как, вдумайтесь, Китай, Пакистан, Индия, Иран. Порядка 30 процентов говорят США. В России, если посчитать, достигает 90-95 процентов. Почему? Потому что у нас солнца мало. А знаете, почему на самом деле дефицит даже в южных странах, типа Индии? Они ходят за крытыми. Да, они заворачиваются, и все. И солнце не проникает, не имеет доступа к коже. А для них это еще больший дефицит. Почему? У них типы кожи более темные, то есть, это, там, третий, четвертый типы кожи, да? А у них витамин D хуже усваивается, ну, хуже формируется, на самом деле, по воздействиям солнца. Чем светлее кожа, тем лучше витамин D в коже синтезируется. Возникает вопрос, а откуда тогда витамин D берут какие-нибудь там... Из химоса. Откуда они берут? Из рыбы. Потому что единственный, более-менее адекватный источник витамина D, это рыба. Липосомальный витамин D. Что собой представляет липосома? Если расшифровать это слово, липа, это жир, сома, это тело. То есть, это жировое тело. А проще всего, знаете, как понять, каким образом взаимодействует липосомность с клеткой? По тому же принципу, по которому сливаются мыльные пузыри. Вот один к одному. Соприкоснулись. У них оболочки одинаковые. И слились. А содержимое того, который прикоснулся, оказалось внутри. Вот и вся биодоступность. И она сразу стопроцентная. Регулирует усвоение кальция и фосфора. Укрепляет иммунитет. Необходим для формирования космоноскелета и зубов. Разумеется, снижает риск переломов. А здесь у нас кальция нет. Возникает вопрос. А почему? А возникает встречный вопрос. А зачем? У нас основной продукт какой? Вода. Конечно. Коралл-майн. И мы получаем высокий по биодоступности продукт, держащий огромное количество кальция. Мы просто берем эти липосомы, запиваем кальциевой водой, коралловой водой. И все. Вот он, пожалуйста, два в одном. Все, что необходимо, мы сразу получаем. Причем в беспрецедентно, легко усвояемой форме. Самое оптимальное время для того, чтобы получить витамин D путем синтеза в коже за счет инсоляции, за счет облучения, это время с 11 до 14 часов. У меня три медицинских образования по своему первому образованию. Я дерматвенеролог. Я к чему? К тому, что если сказать дерматологу, что я пошел на солнце в 2 часа дня ловить витамин D, он скажет и в своем уме. К чему это ведет? Кожор. Меланома. Риск канцерогенеза. Поэтому здесь получается, между сциллой и хоридой, да, с одной стороны нам нужно обеспечить синтез витамина в организме, дефицит которого примерно у каждого второго или даже у каждого полуторного. А с другой стороны, нам нужно и не переборщить. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Надо выпить. Поэтому больше не хочешь, а с пищей как-то надо получать. Когда мне говорят, а можно ли обойтись без БАДов? Да, можно. Но для этого, в принципе, неплохо бы так жить где-нибудь на Окинаве, пить чистейшую воду, есть чистейшую рыбу, причем без свинца, да, мясо, фрукты, овощи без нитратов, нитритов, томата, чтобы при этом был свежий воздух, чтобы при этом засыпаться с закатом, просыпаться с восходом и исключить из своей жизни начальников, будильников и понедельников. Все. Супер. Если чего-то, если хоть что-то выпадает из жизни, надо как-то компенсировать этот дефицит. Нужно как-то его компенсировать. А какие у нас есть еще варианты? По большому счету, именно диоксидные продукты и компенсируют нам эти дефициты, обеспечивая и качество, и продолжение жизни. Субтитры подогнал «Симон»